Сколиоз Я хочу поблагодарить Ольгу Борисовну за то, что пригласила меня сюда сделать и высказать ей глубочайшее восхищение той темы, которую она лично подняла. Это междисциплинарное сотрудничество в изучении всех наших проблем, ортопедических проблем и других проблем. Еще в свое время, сразу после революции, Генрих Иванович Турнер говорил, что у ортопедов гораздо больше и шире поле деятельности, чем у кардиологов, пульмонологов, нефрологов. У них одна область, одна тема, один орган или одна система. Ортопедам приходится касаться всего. И я думаю, сейчас я не буду загрязывать вперед. Вы поймете, почему я так говорю. Офтальмологи наши коллеги, нефрологи наши коллеги, пульмонологи наши коллеги, кардиологи наши, эндокринологи тоже наши коллеги. И вот этим вопросом, который блестяще решает Ольга Борисовна, огромное вам спасибо. Итак, я свой доклад начну с показа пяти улиц Ленинграда. Это улицы, которые имеют единый общий. Кто не был в Ленинграде, они не поймут, почему я это делаю. А потом я вам скажу, почему. Это пять улиц, которые лучами подходят к, включая Невский проспект, подходят к Адмиралтейству. Но и с этой улицы, ни с одной из этих улиц подойти напрямую к Адмиралтейству невозможно. Вот парадокс, который сделал Петр Первый. То же самое и со сколиозом. Сколиоз знают все. Поднимите руку, кто не знает, что такое сколиоз. Но что такое сколиоз? Я думаю, что сейчас все поднимут руку, так что мы не знаем, что это такое. И вот я себе позволил включить, резюмировать, подобрать весь свой опыт, которым занимался, я практически 50 лет занимался этим вопросом, поделиться с вами впечатлениями. У меня 40 минут отведено докладу. Ольга Борисовна мне разрешила это сделать. Если я что-то не успею, сегодня мастер-класс еще будет. Я еще раз подробнее тогда остановлюсь на каких-то деталях, которые у вас будут вопросы. Итак, сколиоз, факты размышления и выводы. Это, скорее, уже научное название моего сегодняшнего доклада. Я благодарю своих коллег, профессора Пинчука Дмитрия Юрьевича, профессора Дебюсе, Жанна Дебюсе, Жан Феликс Дебюсе. Это французский выдающийся ретебролог, который помог. Мы обсуждали, мы все эти вопросы обсуждали. Здесь еще не хватает Михаила Михайловского хирурга. Ну, это, так сказать, уже рабочие моменты. Итак, опорно-двигательный аппарат. Это основа жизни на Земле. А нано-опорно-двигательный аппарат начался с первой опоры. Это клеточная мембрана. И первый хвостик был, это аппарат движения. И прошло, понадобилось гораздо больше лет, чем мы так себе представляем, чтобы появился эндоскелет и эксоскелет. И на человека было выделено всего 2,5 миллиона лет. Это вообще 2 секунды в мировом времени исчислений. Ну, представьте, как за 2 секунды, что можно створить хорошего. По-моему, ну, что-то сотворилось, но надо еще доказать, что мы хорошие человеки на Земле. Дальше поехали. Задача опорно-двигательного аппарата. Задача опорно-двигательного аппарата. Ну, первая задача, безусловно, защита и опора. Вторая задача опорно-двигательного аппарата. Бежать или бороться. Это классическое выражение, которое звучит так. Бежать или бороться, или ты замерзнешь, или погибнешь. И, наконец, метаболическая функция опорно-двигательного аппарата. В опорном костном скелете существует абсолютно вся таблица Менделеева. Я сейчас быстренько, как для введения, пробегусь. А потом, что такое позвоночный комплекс? Думаю, что если я задам этот вопрос, у каждого завернулся в глазах перед ним. Рентгенограмма, на которой испорчен этот позвоночник. Я начинаю с другого. Ребята, позвоночный комплекс. Это спинной мозг. С него надо начинать. С него начинается весь эмбриогенез. Органогенез начинается со спинного мозга. И уже костно-диско-связочно-мышечный футлер, это уже его защита. Это его опора. Это определяет место, которое он должен занимать. И этот футляр, костно-диско-связочно-мышечный футляр, обеспечим гомеостаза спинного мозга, чтобы ему было комфортно жить и существовать. Итак, задача этого футляра заключается в том, чтобы иметь механическую защиту, опору, содержание, движение, подвижность и так далее. Но я обращаю внимание на темный квадрат, который находится в самом низу справа. Это защита у растущих детей, защита спинного мозга от непредсказуемых толчков в росте. Педиатры, сидящие в зале, прекрасно понимают, что есть у нас так называемые толчки в росте. Рост человека аулометрический, то есть непредсказуемый, нелинейный. Сегодня поел, завтра вырос. Сегодня поел, завтра вырос. После завтра голодный, никуда человечек не растет. Это вот такая грубая модель, но она существует. И вот эти непредсказуемые толчки в росте как раз защищают спинной мозг. И если мы сейчас с вами снова вернемся к анатомии позвоночного столба, к анатомии позвоночного столба, мы убедимся только в одном, в такой вот маленькой-маленькой детали, что вот физиологические изгибы, которые считаются как результат фенотипа, то есть они приобретаемые, я заявляю, что это генетически детерминированный процесс. Физиологические изгибы – это генетически детерминированный процесс. То есть он заложен уже у человека в его генетическом коде. И тогда эти изгибы являются теми резервами, которые поглощают избытки роста во время толчков роста. Поехали дальше. Футляр спинного мозга. Футляр спинного мозга имеет две колонны. Функциональную колонну и колонну опорную. Опорная колонна – это сумма высот всех тел позвонков и межпозвонковых дисков. И функциональная колонна – как раз это мышцы связки. Она не касается, задняя тарзальная колонна не касается друг друга, но она обеспечивает те самые возможности при сохранении, поддержании, обеспечении сопряженности роста футляра и спинного мозга. Они обеспечивают движение во всех трех плоскостях. Ольга Борисовна, вы знаете, я не буду возражать, если вот эту презентацию, которая есть, вы будете делиться. Передавайте, кто хочет посмотреть, потому что информации очень много, и сразу это будет сейчас ваш клал в голове. Поэтому можете раздавать спокойно. Так, позвоночный ствол, позвоночный комплекс – самый подвижный сегмент скелета. В сагитальной плоскости 250 градусов. Нет другого сегмента, который обладал таким объемом подвижности в сагитальной плоскости. Во фронтальной плоскости 90-75-90 градусов, право-влево. И в горизонтальной плоскости те суммы дают 90 градусов. Самый подвижный объем скелета во всех трех плоскостях. Так, проехали дальше. Жизнь футляра обеспечит все нормальные клетки костной ткани. Клетки костной ткани, вообще, костная ткань, должен сказать, удивительная. Сейчас маленькая белюшка в сторону. Они удивительные. Всего три вида клетки – остеобласты, остеокласты и остеоциты – обеспечат жизнедеятельность любого места, любого сегмента опорного скелета. Остеобласты – это продукты бластных клеток, они синтезируют костную ткань, они синтезируют сначала проколаген, потом он соединяется с минеральным компонентом, обладающим лощной фосфатацией, и он замуровывает себя, превращается в остеоцит. Его антагонист – это остеокласты, это клетки кластного ряда. Лимфоциты, тучные клетки, макрофаги – это все родственники остеокластов. Эти уже архитекторы, которые из массы остеоидной ткани делают нормальную функционирующую костную ткань. кровоснабжение костного футляра. Кровоснабжение костного футляра имеет свои особенности. Костный футляр совершенно спокойно кровоснабжается двумя абсолютно независимыми системами, правая и левая, и каждый из них имеет внутреннюю сеть и наружную сеть. Так, спиной мозг. Внутри этого футляра находится спиной мозг. Спиной мозг расположен внутри. Одна маленькая такая особенность. Он практически там неподвижен. Он болтается в этом трубе, почему у нас прозвучало это слово «труба», он болтается, но он по длине, по высоте практически неподвижен. Больше под 30, 29, 28 зубовидных связок, которые фиксируют спиной мозг. Фильм терминали, который фиксирует спиной мозг снизу. Это огромное рецепторное поле. Там нет болевых рефлексов, но там огромное рецепторное поле, которое сообщает, хорошо ли вам, батюшка, хорошо ли мне спинному мозгу жить существовать в этом позвоночном канале. И в этой части, конечно, смотрите, обращайте внимание, первенство органной иерархии между спинным мозгом и футляром, конечно, первенство принадлежит спинному мозгу. Это часть нервной системы, управляющей директивной нервной системой. Кровоснабжение спинного мозга. Обязательно это тоже напоминаю вам. Это очень серьезная вещь. Вы видите, четыре модели, которые превратил Александр Анисимович. Скромец, он предложил эти модели. И в каждой из этих моделей существуют вот кружочками объединенные так называемые критические зоны. Это нет другого органа, который бы обладал такими свойствами, когда в одном сосуде кровь течет в разных противоположных направлениях. Эти направления называются критические зоны. Ганс Сульха нашел их, обнаружил. И вот его портреты видите здесь. Они есть и по поперечнику, и по длиннику. То есть это уникальное явление, которое есть. Кровь под большим давлением от аорты попадает в кровеносное русло спинного мозга, и там обеспечивает его кровоснабжение. Вот насколько сложен у нас с вами тот объект, который будет нам на сцене выдавать ту самую картину, которая называется спинным мозгом, сакриозом. На поперечнике спинного мозга мы с вами видим два цвета. Темный цвет, внутренний, и наружный цвет. И вот наружный, внутри, это целый пол клеток, клеток, которые называются нейроциты. Там есть и моронейроны, и сенсорные клетки, и так далее. Но их мало. Две трети спинного мозга занимают проводящие, восходящие и нисходящие тракты спинного мозга. Их шесть восходящих и семь нисходящих трактов. Они определяют эту массу. И когда мы с вами будем говорить о росте спинного мозга, помните, что рост спинного мозга определяет как раз именно длина этих трактов. Вот первый вопрос уже философский. Начинаем мы говорить о философии. Человек, позвоночный стоп, это у человека он вертикальный. У меня такой вопрос к залу. Я сейчас не буду ждать ответа, не буду устраивать. Вертикализация. Это случайность или закономерность? Что определило эту закономерность? Кто вызвал эту закономерность? Раз такое слаживо просвучало ответ. А кто заставил? Что мешало будущему человеку ходить на четырех ногах, съесть по дороге зайца, съесть по дороге кролика, съесть арбуз, ананас, я не знаю, дыме поймать? Зачем ему руки понадобились? Почему только у одного вида млекопитающих понадобились руки для жизни? А куда делся хвостик? Значит, это не закономерность. Если это закономерность, что заставило перейти в новое положение? Вот эта вертикализация как раз прошла, пока он еще, вот там желтенький, посмотрите, выведенный экранчик, выведен, желтенькую картинку, выведена тот период, когда еще человек не соображал, что ему делать. Он еще не научился воевать, он не научился еще драться, он еще не научился думать, у него еще нет орудий в руках, а он уже стал вертикализироваться. Тогда, наверное, это уже случайность. Но почему тогда эта случайность, почему он стал случайно вертикальным? Почему эта случайность, которая привела к изменению гомеостаза всего человеческого организма, не встретила сопротивления? Я когда готовился к встрече с вами, я посмотрел, здесь должно быть из института Анохина Петра Кузьмича придет, да? Вот они занимаются, Петр Кузьмич Анохин, великий был, иначе за российские ученые. Он сделал понимание, наше понимание после Клода Бернара, XIX век, что такое гомеостаз. Это комфортное условие для существования любого системы, органа и ткани. Мы еще вернемся к слову гомеостаз не раз. Почему нарушение гомеостаза не встретило сопротивление? Если это случайность. Итак, если закономерность, какая объективная причина привела к вертикальной замене положения туловища? Какая объективная причина привела к тому, что только потребовалось участие в вертикальном положении пищевой цепочки? Все мы участники пищевой цепочки. И акулы, и человеки, и слоны, и кролики, и даже белки сегодня, коронавирус, и тот, кто участвует в пищевой цепочке. Если это случайность, то почему это случайность, почему такое незаметное изменение гомеостаза положения человека не вызвало сопротивление? Почему она продолжит? Почему она привела в массовый порядок? Вот эти вопросы, у меня нет ответа. Вы не думайте, что я готов вам сейчас отвечать, что это случайность закономерности. Значит, что-то вот здесь нам есть еще над чем думать. Итак, поехали дальше. Изменение гомеостаза позвоночного столба привело к тому, что изменилась его биомеханика. В позвоночном комплексе гомеостаз, то есть состояние позвоночного столба, биомеханика радикально отличается от биомеханика четвероногих. Если не у четвероногого, а на четырехопорной системе весь центр тяжести, вы вот как на веревочке развешаны эти стрелки, вы видите, они спокойно выдерживают, то у человека, они все сошлись в одну сторону. Человек превратился в маятник. Есть два вида маятника. Хороший, нормальный маятник, который мы все знаем в часах и во всех остальных. А есть еще и обратный маятник, который является глобальной математической проблемой. И Петр Капица, академик Капица, знаменитый Петр Капица, он пытался ее разрешить, но он так и не успел описать. Но мы используем эти все материалы для себя, для того, чтобы это было. Итак, вертикализация позвоночного столба привело к новому пониманию человеческого организма, к его осанке. А это уже осанка вызвала к жизни новую науку, постурологию. Вчера прозвучало здесь у наших дорогих коллег, которые занимаются оптикой, что вот их пригласили сюда посторонними людьми. Я должен сказать, что вся постурология, о которой мы сегодня говорим и сегодня мы обсуждаем, она родилась совершенно в другом месте у офтальмологов. Французский доктор Жан-Флон Барон, изучая свою работу с диссертацией, он работал с так называемым гетероформным головокружением. Гетероформное изменение, это значит скрытое косоглазие. Я не первый сегодня признашу, вернее, это слово признашу. Скрытое косоглазие. Вот это скрытое косоглазие вызывало головокружение у человека, который, так сказать, попадал в определенные условия. Он находит интересные взаимоотношения между величиной отклонения оптической оси и состоянием осанки. Но его диссертацию задробили, потому что привыкли считать, что в организме человека должна быть линейная зависимость. Чем больше раздражитель, тем мы должны получить больше эффект. Сейчас уже немножко у нас другого, у нас уже появился закон Шульца, который отвечает по ответе, характеризует ответ от того или иного раздражителя. Вот у нас появился вот закон Барона, но он так диссертацию не защитил. Но он показал, что маленький раздражитель, вот его диссертация была, маленький, так правильно, 4 градуса, маленький раздражитель. Если изменение оптической гостей на 4 градуса вызывает активнейшую биоэлектрическую активность в мотонейронах спинного мозга. И мышцы, обслуживающие позвоночный стоп, начинают активно работать, начинают асимметрично работать. Они приводят к изменению в горизонтальной плоскости в горизонтальной плоскости. 4 градуса. Какой год? 1956 год. И мы забыли. Но он оказался таким хорошим, нормальным человеком, объединился со своими коллегами и друзьями из Японии и Европы, и они создали… он просто опять делал время, наш уважаемый господин Барон, офтальмолог, подчеркиваю, офтальмолог. Жанну Клоду Барону мы благодарны по одной простой причине. Он нам позволил разгадать механизм формирования деформации позвоночного столба под названием сколиоз. И я вам это покажу, как я его сделал. Итак, на сегодняшний день простурология, которая родилась как наука, сформировала в 1969 году. Сегодня их объединяет общество по изучению, преследованию осанки и походки. И мы с вами участники этого процесса. Мы учим постурологию, и мы изучаем эту постурологию как раз с позиции, которые нам заложил основу Жан Клон Барон. Сейчас мы все прислоняемся к этой серьезной большой проблеме. Мой коллега Жан Феликс Дебюсе, француз, это тот вертебролог по методике, который оперирует, по моему, все просвещенное человечество, хирургическое человечество, борящееся со сколиозом. Вот его картинка, это его модель, которая показала, что такое баланс сагитальной плоскости. Он не учел маленькое. Это наша дискуссия идет. Вы не понимаете, что вы поймите, что нет никакого противоречия. Мы не дискутируем, мы не сталкиваемся лбами. Когда мы стали разбирать с ним, он был в гостях у меня, когда стали разбирать эту тему, оказалось, что мы прозевали еще один момент, что человек перевернутый маятник не одноэтажный, а многоэтажный. Это первый этаж, коленные суставы, второй этаж, дозабедные суставы и третий этаж, курдальный отдел позвоночного столба и так далее, поднимаемся до головы. Увеличивается существенный объем для поддержания сагитального, фронтального и горизонтального баланса. Кроме сагитального баланса, он так ярко выглядит. У нас есть еще баланс горизонтальный и фронтальный. Обратите внимание, насколько увеличивает двухэтажность перевернутого маятника, увеличивает объем возможности подвижных течения. человека в пространстве постурология нормах нормы постурологии считается это очень важный момент все мы от вы идем от нормы считаем все болячки от нормы это устойчивое положение в сагиттальной горизонтальной и фронтальной плоскостях информации о том какой у нас баланс энергосохраняющий это является у нас два источника этой информации это стопа мы находимся с вами здесь спасибо большое вы говорите на что вот мы начали мы с вами когда предварительно говорили со стопы начинается вертикальное положение стопа участвовать в процессе формирования сколиоза стопа дает информацию как не стоит куда мне стать и начинает мы это приспосабить к этому процессу и безусловно глаза и вот если мы возьмем эти все модели между головой и вестибулярным аппаратом устойчивостью регуляции баланса между головой и стопой идет постоянный такой обмен мнениями как я стою хорошо стоим как я сижу хорошо сидим как мы будем разговаривать хорошо будем разговаривать хорошо посидели поговорили вот обратите внимание это схемы человеческий организм который имеет разное положение но изменение на всех узлах приводит она сохраняет одну маленькую такую деталь позвоночный столб вертикальный он должен быть вертикальным все остальное у него идет компенсирует его положение пространстве астрологии и ортопедия я не сейчас я пропущу немножко здесь такой длинный комментарий уже давно и вчера здесь на наше заседание нашей лиги на нашей встрече религи падиатров и в мире уже давно существует довольно большое количество литературы она хоть и родилась постурология родилась там буквально 60 но 50 лет тому назад все равно уже книги появились и одна из последних книг ленинградский институт мапо выпустил перевод доктора гаже который вот вы можете посмотреть я не буду тут уже приводить эти фамилии все-таки там меня поджимает немножко время осанка новая линия цене он старый между тем осанка она такая наружная я всегда восхищаюсь и иногда с курсантами читая лекции говорю дорогие друзья что вы будете делать если у вас заболела спина первый вопрос отравление на мрт так до мрт а что вы будете делать если у вас болит пальчик но мрт здесь уже становится не ясно и так далее как поставили диагноз болезни морфана 1867 году без рентгена понимаете да я где иронизирую и вот оказывается что до господина барона до господина даже до всех наших встреч еще в 1889 году франц штрафель правильно франц штрафель это немецкий доктор который сидел наблюдал это стиль западная медицина сидеть и наблюдать и вывод делать выводы он дал характеристику осанок он привел все типы осанок вот из его книги такая вот иллюстрация на цифрован и поэтому в интернете можно найти вот столько осанок он сказал существует есть единственное что и достоинство этой книги не количество осанок можно еще сюда добавить примерно столько же он обратил внимание на сегитальную плоскость конец 19 века сегодня мы бьемся лубами из безвещаем это все оказывается еще за сто лет до нас все новое это хорошо забытое старое он привлек внимание но от его в его книге есть замечательная такая фраза что плоские спины часто переходят сколиоз а круглые спины очень редко приходит переходят сколиоз они все вот там представлены эти модели сидящие здесь зале если кто практикуется ортопедии со сколиоз позвоночным столбом плоская спина это хорошо или плохо это все равно плохо да что делают у нас центре высокого спортивного мастерства с девочками-гимнастами плоские спины что делают кадетских училищ когда из мальчишек делают кадетов выстенутых таких вымуштрованных гвардейцев плоские спины какой осанкой довольны родители у своего ребенка их с зачем они придут к доктору сутулиться они прибегут на второй день а если не сутулиться все будет замечательно запомним да запомнили эту часть потому что нам нужно найти место где эта плоская спина работает итак спустя до немножко до этого франца штафеля господин бильям адамс это английский доктор замечательно я буду касаться немножко истории чтобы понимали что мы все не первые на земле и не последние я надеюсь вильям адамс встречать со своим приятелем мы господин мантелем такой же естественно испытатель такой же доктор как и вильям адамс они общаются мантель объясняет вы меня спина друг мой болит адамс его смотрит со всех сторон но ничего не находит кроме маленько такого валика паравертебрального валика в поясничном отделе грунтопоясничном отделе но эта традиция была наших 19 век естество испытателей это времена чарльза дарвина времена сеченого великих ученых я считаю великими учеными они спорили они разбирались они искали он мантель объяснили просит и знаешь друг мой когда я уйду в мир иной посмотри что с моим позвоночным столбом и вместе с потолоком атомом они вскрывают позвоночный столб у них обнаружил же у мантеля обнаружился сколиоз и тогда был принято вдруг неожиданное решение что это трехплоскостная деформация что сколиоз это не что иное как изменение формы позвоночного столба в трех плоскостях во фронтальной сагентальной в горизонтальной плоскости но давайте будем честными и вильям адамс пишет о том что до него еще в двадцать четвертом году было уже опубликовано доктором дотсом из города бат английский он написал чтобы знаете вот похоже что сколиоз это все-таки фронтальное искривление она сопровождает еще ротационным компонентом это до него за 50 лет на к честность я считаю что это нормальная честность и так сколиоз история изучения сколиоз оказался трехплоскостной деформации во всех трех плоскостях история изучения сколиоза она не вчера началась не позавчера не с 19 века первое упоминание о горбах тогда называли не сколиоз слова не было сколиоз относится на обнаружили в свитках по 1 папирусных свитках еще относящиеся к семнадцатому веку шестнадцатый семнадцатый век египетская по моему там 7 по моему династия 7 8 династия который занималась вот этим вопросом то есть доктор пишет он пишет что есть заболевание которые я знаю как лечить есть заболевание которые я не знаю как лечить но я что-то могу помочь и наконец он пишет есть заболевание которые я не знаю как лечить их ним относятся относятся горбы позвоночного столба устроители египетских пирамид конечно на самые первые достоверные источники я всегда ссылаюсь на гиппократа это удивительный человек перед ним надо действительно снимать все свои регалии если говорить он жил на острове кос это небольшой остров егейском море где население составляло всего-то несколько тысяч человек но если вы откроете его труды и гиппократов корпус он описал практически все болезни в том числе и горбы позвоночного столба он пишет что горбы позвоночного столба это вообще формирование это процесс это не горд не сам по себе горд произошел вчера а процесс который идет и будет продолжаться что молодых людей он будет нести агрессивный характер у людей проклонного возраста он не будет агрессивным характером он бывает поворотом вправо поворотом влево он бывает передние горбы передние горбы что задние горбы, они более благоприятны, чем передние. Когда человек имеет этот горб, и он по росту не растет, он остается маленьким. Но у него растут руки и ноги. Ну-ка, с чем мы сегодня... Это все, оказывается, до нас, за 2500 лет до нас. Это 400-й год до нашей эры. 2500 лет тому назад. Оказывается, Гиппократ все это описал. Мало что мы добавили к этому. И задние горбы, они менее злокачественные, чем передние горбы. Вот Гиппократ, хороший, замечательный. И ему даже на острове Косово, небольшой островочек в Игейском море, даже памятник ему поставили. Кстати, он первый предложил механическую коррекцию дефомированных позвоночных столбов. Дефомированных горбатых детей, горбатых пациентов. Механическая. Так, если есть хирург, я прошу прощения, я не кидаю в адрес ваш адрес этот кабошек. Сегодня хирургическая коррекция, мне это разрешил Жан Дебюссе, Жан Феликс Дебюссе. Хирургическая коррекция дефомированного позвоночного столба, это чем отличается от того, что делает Гиппократ? Я приведу картинки, когда будет мастер-класс, они будут картинки, когда руками и ногами через коленку выжимали дефомированный позвоночный столб. Итак, за это же время все искали причину сколиоза. Я сейчас процитирую вам, процитирую Альберта Эйленбурга. Это немецкий хирург, немецкий профессор, который написал реальную энциклопедию практической медицины в конце 19 века. На русский язык она была переведена полностью, все многотонные издания было переведено полностью в начале 20 века. И вот он там пишет. Различные теории происхождения сколиоза представляют довольно длинную и стучно-скучную главу. Большинство из них имеют теперь только исторический интерес. Великий Роман Романович Брэдден, директор института, он, собственно говоря, был первым директором института имени, своего имени, Роман Романович Брэмин, он, например, считал, что сколиоз от того, что подтяжки, не того натяжения, правый и левый отличаются. Я серьезно? Были многие точки зрения, что сомбреро, это тяжелый такой головной убор, вызывает перекос позвоночного столба. И все эти исторические интересы. Но осталось на решете, осталось 2-2 взгляда, откуда берется этот сколиоз. Первый сколиоз, это рахитический. Кто-нибудь переводил слово рахит на русский язык? Рахит, это позвоночный столб, и воспаление. Воспаление позвоночного столба. Вот как переводится слово рахит. Неожиданно. Но все считали, это была английская болезнь. И доктор Витцель, который описывает в 1645 году, описывает английский доктор Даниэль Витцель, описывает клиническую картину болезни, которую он назвал рахит. Английская болезнь. Англия все время в тумане, где-то в темноте, нехватка... Чего нехватка? В 16 веке, кто-нибудь знал, что это витамин Д. Это была английская болезнь, размягчающая кость. Оказывается, еще Эфес Саранский, еще на заре нашего человечества, об этом писал сам. И в конце заключается, Фрэнсис Грессон, петля Грессона, тоже у всех на слуху, он пишет, пишет свою диссертацию, и он увидел не причину сколиоза. Один увидел, что рахит, это воспаление позвоночного столба, а другой увидел причину сколиоза. По сравнению, в сравнении, по внешнему виду, деформированные конечности, ни верхние, ни нижние конечности, деформированные, потому что кость размягчалась, и она приобретала искривленную форму. Вторая популярность, гипотеза, она родилась в Европе. 19 век, замечательный 19 век, век начала просвещения, когда дети пошли в церковно-приходские школы, в реальные училища и так далее. Это не только в России, Россия ничем не отличалась, не отставала от Европы. И в России доктор Гагман, Николай Федорович Гагман, доктор-просветитель, гигиенист, начали смотреть массовые осмотры детей, где обнаружили большее число детей с деформированными позвоночными столбами. Я беру все деформации, и туберкулезные, и инфекционные, и сколиотические, и так далее. В школе. Потому что это самое место, организованное место, где можно было смотреть детей. Потому что вы понимаете, что в деревню приехали дети, чтобы привезти ребенка на осмотр доктора, это была нереальная вещь. Они находят в школе. Европа где нашла? Также в школе. Значит, ребенок почему в школе? Какая особенность? Дети все сидят в школе. Кстати, значит, криво сидит. А что? Объясните мне, как школа вызывает этот сколиоз? Но она легко ложится на голову чиновникам. Она настолько понятна, она настолько убедительна. Ну, раз ребенок сидит на низкой скамеечке, согбенный, смотрите, какая поза, согбенности, а почему сколиоз получается у нас в другую сторону? Ну, она так как-то вот можно завинтить. До сих пор в документах, которые выходят из нашего министерства образования, и из министерства здравоохранения тоже, я не критикую реформы, но должен констатировать это. Они все сообщают, что нужно организовывать рабочее место для ребенка, чтобы посадить его ровно. Так, кто-нибудь с этим способом, усаживая ребенка, ровно получил результат? Нет. Поехали дальше. Значит, и до конца 19 века закончится описательный период познания сколиозов. В результате был сделан вывод. Сколиоз – это гетерогенная группа трех плоскостных деформаций позвоночного ства, сложнейшего по своей анатомии, физиологии и функции непарного сегмента скелета, и его, который состоит из спинного мозга и его костно-диско-связочного мышечного футляра. И наибольшую часть этих сколиозов назвали идиопатические. Слово идиопатические появилось в конце 19 века, потому что это значит, слово идио сам по себе под патологией. Вот самостоятельно, сама по себе патология привела к выводу. Да, это сколиозы, которые родились на фоне полного здоровья ребенка. Что же такое сколиоз? И сегодня, несмотря на долгую историю его изучения, трудно найти другой термин, который бы вызывал столько надежд, столько разочарований и для доктора, и для пациента. Это столько проблем. Это одна из самых финансовоемких дисциплин вертобрологии, которая находится в ортопедии. И привожу цифры, которые были опубликованы два года тому назад по материалам ЦИТО, что в год на хирургические вмешательства по поводу сколиозов в год уходит 5,5 миллиардов рублей. Представляете эту сумму, да? С другой стороны, оперируется ежегодно 5,5 тысяч пациентов. Разделите, сколько будет. Или делить очень легко. Около миллиона рублей уходит на одного пациента. Но это денежный вопрос, поэтому будет кто-нибудь изучать причины сколиоза? Нет. Буквально в октябре месяце мой старый добрый друг Михаил Витальевич Михайловский звонит и говорит, Михаил Георгиевич, приезжай, пожалуйста, в Новосибирск на Цирьяновские чтения. Хорошо. Только чем я приеду? Ну, ты понимаешь, у тебя такие новые хорошие мысли есть, давай мы поделимся. Говорю, Мишанин, ты держишь какую трубку? Вот эту трубку левой рукой, да? На правой расправь. Сколько у тебя пальцев? Пять. Сколько ты пальцев загнешь, чтобы назвать фамилии? Мы знаем друг друга в этом роге, мы знаем друг друга уже давно хорошо и знаем все наши слабости и сильные стороны. Сколько пальцев ты загнешь у хирургов, не у хирургов займешь, сколько назовешь хирург, которым интересны причины и следствие сколиоза? Хватило одной руки? Вот такая у нас ситуация. Это слишком серьезно. Поэтому, если мы с вами идем по этому пути, ребят, при моей жизни я вряд ли дойду до того, чтобы мы научились делать лечение, лечение, истинное лечение, профилактику сколиоза. Лечение сколиоза начинается в профилактике. И вот в мастер-классе я сегодня буду касаться именно этой темы. Поскольку у меня время, моего доклада так подходит к концу, я вас всех предложаю, я продолжу эту тему на мастер-классе. Все-таки я не хочу нарушать регламент. Еще у меня пару слайдов есть. И вторая часть моего вот этого слайда, этого понимания. Кейт Майкл Багнал, это английский ученый, сидит и работает в Арабских Эмиратах. Он сказал, что все мы начинаем работать с детьми со сколиозом, это процесс во времени. Тогда, когда уже появилась симптоматика. Вот его слайд. Он разрешил мне использовать этот слайд. Ребенок рождается со здоровым позвоночным столбом, где будут готовы все места и события для образования физиологических изгибов. Живет спокойно. И в возрасте где-то 10 лет вдруг появляется симптоматика. Исключением является только врожденная сколиоза, которую надо оперировать, если есть необходимость, надо оперировать как можно раньше, чтобы не допустить до конца. В 10 лет с классической картины сколиоза ребенок приходит к доктору. Начинается лечебный процесс. Но сколиоз живет и развивается по своим законам. Мы эти законы разберем с вами. Но только уже, к сожалению, у меня уже стало полминуты буквально. Но сколиоз развивается по своим законам. Он либо прогрессирует сам по себе одна треть этих пациентов. Либо не прогрессирует совсем. Либо выздоравливает. Либо он исчезает. И это тоже есть у практикующих врачей. Что же делать? А где у нас вопросы профилактики сколиоза? Кто знает, как переходит здоровый позвоночный стол в статус сколиотического, когда можно делать профилактику? Не остановки деформации, а именно профилактику как заболевание. И вот Кейт Байдал говорит, вот эту тему в этот вопрос мы называем темной зоной. Темной зоной здесь перевод стоит, но это вообще слова, которые предложил Кейт Байдал. Темной зоной. И вот если мы разберемся, откроем эту темную зону, мы с вами научимся управлять процессом роста. Главные проблемы, которые вызывают сколиоз, одну секундочку буквально, чтобы уже было полное представление. Если взять всех детей, которых мы это сделали, мы взяли группу детей со сколиозами всех степеней, всех возрастов, вот все, в кучу загнали. Вот примерно такая картина, срез количество детей по степеням, которые имеют сколиозы. Какие же проблемы? До 10-20 градусов проблемы только эстетические. Редкий ребенок, нам нужно просто уже смотреть и разбираться, какая причина, и обжалуется вам на боль. Скорее даже ребенок спрашивает, чем ты, что тебя беспокоит. А ничто его не беспокоит. Ребенка ничего не беспокоит, беспокоит родители. Ой, как он криво сидит, я ему без конца в затылки вставляю, говорю, сиди ровно, а он не сидит ровно. Когда деформация увеличится, то до 20-30 градусов появляются первые симптомы кардиореспираторной недостаточности. Где тут сколиоз? У нас начинаются проблемы кардиореспираторные, а позвоночный столб? Спокойно, дрыхнет там внутри, где то, что. Проходит еще время, увеличится деформация, появляется неврологическая симптоматика, но она связана как раз с тем, что позвоночный столб деформируется, но это не сколиоз, это деформация позвоночного столба. И, наконец, появляется диспропорция туловища. Появляется группа риска, вот внизу черненьким выделено, это группа риска, которая идет по сколиозу, которая требует самого интенсивного лечения. Все предыдущие, они практически не нуждаются. 70% блестящий результат консервативного лечения сколиоза в среднем по стране и по миру. Я знаю всю мировую статистику, на этот счет. Доктора выходят, у нас 70% мы лечим детей под затыльниками, 70% блестящих результатов карате, 70% блестящих результатов езды на лошадях, на чем угодно, на деревьях, на бренах и так далее. 70% блестящих результатов. Друзья мои, 70% это те формы, которые не прогрессируют. И с этим надо, в общем-то, признаваться. Мы лечим детей с непрогрессирующими формами. А чем мы лечим детей с прогрессирующими формами? ЛФК массаж плавания. Согласились? Какие мышцы мы используем? Те же самые, которые мы считаем виноваты в деформации. Сколько у нас работ посвящены изучению этих мышц, электромеграфии? Кто делает? Вот в этой каше, в которой мы здесь сидим, получается, что 10% детей попадают на операционный стол к моему другу Михайловскому. 0-0-0. Все, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!